Я Елена Самбулова из города Воронеж. В 2019 году осенью я приобрела франшизу Идеал Формс. Показатели мои сначала были не очень. Было очень печально, грустно. Я не понимала, куда, в какую сторону мне двигаться начинать, что мне нужно изменить в моем бизнесе, чтобы все показатели вышли на тот уровень, который бы меня устраивал. В этом мне очень помогла именно франшиза. Именно вообще поэтому я и приобрела франшизу, что это не личное твое плавание, не личный твой какой-то бизнес, твой процесс, а это командная работа. Команда помогает справиться с взлетами, справиться с падениями, справиться с какими-то трудностями, в том числе в достижении наших целей. Моя цель была выйти наоборот в 400 тысяч в месяц, который бы смог мне приносить достаточно комфортную прибыль. Не получалось долго. Мы меняли маркетинговые стратегии, мы меняли ассортимент в салоне, мы пытались уменьшить средний чек, мы пытались увеличить средний чек. Во всем в этом была, конечно же, поддержка команды, поддержка именно Татьяны, поддержка ее команды, которая с ней работала. И за счет этого спустя год мы уже вышли на средний чек выше 7 тысяч, что, ну, я считаю, достаточно круто для салона брафитинга. И наоборот, как раз вот в районе 400 тысяч. Это то, как бы, к чему я вот стремилась. И, возможно, я бы к этому и пришла самостоятельно без франчайзинговой сети. Но этот путь был бы дольше, этот путь был бы более болезненным. И, ну, в общем, в этом и есть преимущество франчайзинговой сети, когда ты не один справляешься с волнами, которые на тебя нахлыбывают. Проблемы с банком, проблемы с закупкой белья, проблемы с реализацией белья. И когда ты попадаешь вовсю в эту кашу и тебе срочно нужно самой все это решить, это, конечно же, отражается негативно на результате. Вначале очень сложно делегировать. Именно еще этому учат работа в команде, когда ты можешь снять с себя какую-то определенную проблему, просто ее переложить на человека, который в этом компетентен, который быстрее и, затратив меньше времени и энергии, решит эту проблему. А ты уже дойдешь до результата, ну, скажем так, по мягкой дорожке, в мягких комфортных тапочках и менее болезненно, меньше совершишь ошибок. Как бы в этом и есть преимущество. Лен, расскажи, как отразилась пандемия на твоем бизнесе? Было ли тебе страшно сложно и вот это вот ощущение всеобщего краха? Вот как оно переживало? Вот как бы оно переживалось, если бы ты была в одиночном плавании, да? И как тебе было внутри компании? Вот твои внутренние ощущения и вот с бизнесом у тебя как в этот момент было? У меня все было шикарно. Вот в моем случае именно пандемия дала толчок к мощнейшему развитию. Все магазины закрылись. А у нас в сети есть же такое правило, ну и оно негласное, но мы в основном стараемся выбирать закрытые шоу-румы. Это офисные здания, торговые центры, вход отдельный с улицы. Мы не снимаем в торговых центрах, вот прям где все магазины. И в результате мы не попали под закрытие. Нас не закрыли. Люди пошли к нам, люди начали находить нас за неимением возможности пойти в обычный магазин. И благодаря этому мне стало легче. Мы это пережили легко. Мы не попали в какую-то яму, которая могла бы случиться, будь мы в торговом центре находились, если бы мы напрямую зависели от проходящего какого-то трафика. Вот именно выстроенная система работает через шоу-румы, через онлайн, через соцсети, когда мы вели онлайн-подбор. Получалось, не получалось, там это у всех разное. Но опыт это был классный. Ну и вопрос про роялти. То есть очень многих потенциальных партнеров пугает момент, что они через, ну то есть после двух месяцев запуска начинают платить роялти. Вот что для тебя роялти? Как ты воспринимаешь вот его сейчас уже через год, потому что ты тоже переживала момент, когда у нас роялти не было. И можешь рассказать, как это отражалось на работе и результате всей компании. И вот сейчас роялти ты платишь, и для тебя есть это сравнение как некой обязаловке, что ты как будто платишь дань, или же ты на это смотришь как, ну как-то иначе, и как это для тебя? Изначально, да, мы смотрели на это как обдираловка. Мы ничего до этого не платили. Нам казалось, что мы как бы ничего не платим, но по сути роялти ускорил многие процессы, которые как раз в него зашили. Получается, съемки контента, мы все равно на них сдавали деньги, только это было дольше, мучительнее, болезненнее. Каждый раз высчитывали. Тут больше, тут меньше. Дольше происходило. Мой склад оплачивали, мы вот эту операционную нашу программу. То же самое, как бы ничего не поменялось. Маркетинговый календарь. В общем, изначально я относилась к этому как так, как к обдираловке, что я обязана платить. Но в итоге, по факту, это получился просто единоразовый платеж ежемесячный, который покрывает все расходы текущие на съемки, на мой склад, на маркетинговый календарь, на акции. Вот все текущие платежи, коммунальная плата. Вот мы платим каждый месяц ежемесячные коммунальные платежи. Вот это такой же коммунальный платеж для того, чтобы работа моя не останавливалась и была на том же уровне, на котором она сейчас есть. И вообще показатель роялти – это очень крутой показатель. Получается, когда изначально мы приобретали франшизу, складывалось такое впечатление, что есть франшиза, но дальнейшее развитие ее никому не известно. Как бы никто не берет роялти вообще, потому что нет понятия, что будет. А если есть роялти, есть платеж, значит, настроена система. В этот платеж включены платежи какие-то, значит, что-то вы будете за эти платежи получать. Значит, вы не будете брошены и просто вот купив франшизу, вы как бы не останетесь ни с чем. У вас будет как минимум какой-то минимальный пакет услуг, вы будете получать от франчизи.